В КФУ рассмотрели преступления экстремистского и террористического характера. Как победить на Олимпиаде по литературе? Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ встретилась со своими будущими студентами. Число людей, страдающих отклонением в развитии, растет с каждым годом. Одним из мероприятий, направленных на помощь людям с расстройствами, является Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Какую роль в их жизни играет этот день, вы узнаете в нашем сюжете. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Аутизм — это нарушение развития нервной системы. Расстройства характеризуются выраженным дефицитом общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями. По статистике, аутизма в мире страдает более 10 миллионов человек. Число людей, страдающих отклонением в развитии, растет с каждым годом. Казанский федеральный университет вносит свою долю в работу с людьми с аутизмом. Студентами и преподавателями КФУ ведутся исследования проблемы и разрабатываются научные материалы. Некоторыми из них проводится работа с детьми с расстройством. Цель этой даты — подчеркивание необходимости помогать людям, страдающим неизлечимым заболеваниям. Если такого ребенка увидят на улице, то крайне важно, чтобы они не подумали, что родители как-то неправильно воспитывают такого ребенка, или он больной, и они были с ним общаться вдруг, это заразно. Нет, на самом деле нет, поэтому очень важно каждый год распространять информацию об этих детях, что это лишь расстройство, что эти дети с этим живут, они не страдают аутизмом, и этим детям нужно помогать. В этот день по всему миру проходит акция «Зажги синим». Городские здания и достопримечательности освещаются синим цветом, ассоциирующимся с расстройствами аутистического спектра. Акция проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями. В рамках акции «Зажги синим» 2 апреля с 18 до 19.00 фасад главного здания Казанского федерального университета окрасился синим цветом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Терроризм в любых формах проявлений превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21-е столетие. Об этом заявили спикеры «Круглого стола», на котором обсуждали экстремистские и террористические преступления. Подробности мероприятия расскажет Аделя Шамилова. Уже не первый год вопросы терроризма и экстремизма не теряют своей актуальности. Для успешного противостояния им в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. Учитывая все это, Казанский федеральный университет организовал встречу со студентами в формате «Круглого стола». Однако такая встреча не стала обыкновенной рядовой беседой или лекцией. Здесь ребята получили кейсы с описанием реальных произошедших ситуаций. Участникам «Круглого стола» предстояло не только ответить на обязательные вопросы кейса, но и презентовать решения для рассматриваемой ситуации. Студенты получат определенное задание, определенную ситуацию, которую ему нужно разрешить. Ситуация, конечно, связана с проявлениями терроризма или экстремизма. Им нужно придумать наилучшее решение и презентовать это решение перед экспертами. Пообщавшись с главным советником аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, нам удалось выяснить, почему подобные мероприятия в «Кругу молодежи» становятся все важнее и важнее. Студенческая среда – это те люди, которые смогут в будущем внести свою лепту в улучшение ситуации в данной сфере. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универа Ньюс. Почти 300 школьников из разных уголков России встретились в Казани. Всех их объединила любовь к литературе. 31 марта начался заключительный этап Олимпиады, подробнее о которой расскажет Олег Кашин. В Казани стартовал заключительный этап Всероссийской Олимпиады для школьников по литературе. Церемония открытия Олимпиады проходила в лицее номер 177 31 марта. Организатором данной Олимпиады стал Казанский федеральный университет совместно с Министерством образования Республики Татарстан. Соревнования по гуманитарным наукам позволяют привить любовь к литературе еще со школьной парты, а любовь к литературе напрямую формирует нравственность всего общества. Именно с такой идеей Казанский федеральный университет проводит данную Олимпиаду. Человеческий фактор сегодня играет очень огромную роль в жизни общества. И именно человек, его, как сказать, социальная позиция, убеждение, нравственный потенциал определяет, как он будет работать, как он будет вести себя в любую ситуацию. И вот здесь-то именно гуманитарные науки, так сказать, в том числе литература, они, я думаю, играют огромную роль в формировании вот таких нравственных, возвышенных, добрых, человеческих качеств каждого из нас. В заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по литературе приняли участие около 270 школьников из 70 субъектов России. Организаторы мероприятия, а также жюри сходятся во мнении, что миф о том, что дети перестали читать, уже давно развеян. Я думаю, что это миф, потому что мы имеем дело с очень сильными, интересными читателями. Конечно, все сейчас устроено по-разному, но говорить в целом, что дети не читают, это неправда. Есть азартные читатели, и вот наша задача поддерживать этот огонь. Олимпиада продлится до 6 апреля, и за это время участники смогут не только побороться в умении понимать литературу и писать художественные тексты, но и увидеть Казань. Для них будут устроены специальные экскурсии. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. Кто-то в воскресное утро хочет подольше полежать в кровати, кто-то идет на прогулку, а школьники и их родители спешат на день открытых дверей. 1 апреля он прошел в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Смотри подробности. 1 апреля свои двери перед абитуриентами и их родителями открыла Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Поэтому в рамках встречи гостям попытались ответить на все интересующие вопросы. О правилах поступления, студенческой жизни и самое главное, как им пригодится образование в дальнейшей карьере. Гости также ознакомились и с техническими возможностями. Высшая школа беседа проходила в шоуруме. Формат встречи тоже очень удивил школьников и родителей. Вместо привычных рассказов о факультете и институте перед присутствующими выступили практикующие журналисты, которые когда-то окончили Казанский университет. Мы сегодня не просто встречаемся с теми, кто будет работодателем, но кто эту карьеру, свою жизнь устроил, опираясь на диплом Казанского университета. Сами школьники подошли к выбору своей будущей профессии очень ответственно. Я считаю, что с 8 класса уже нужно задумываться, куда ты будешь поступать и обдумывать свою дальнейшую жизнь. Я считаю, что очень интересно узнать что-то до самого поступления и получить более полный образ о факультете, на котором ты идешь. Выпускники Казанского федерального университета сейчас, работающие на телекомпаниях ТНВ, ВГТРК «Татарстан», в республиканских газетах и журналах рассказали о своем опыте и достижениях. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Ресурсном центре по развитию исламского и исламовеческого образования Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Муфти Республики Татарстан Камиль Самигулин открыл курс лекций по исламу. Подробности работы курса расскажет Адая Шамилова. Муфти Республики Татарстан Камиль Самигулин продолжает цикл лекций в КФУ. Проводя встречу с представителями Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета, Муфти Республики предложил присутствующим обсудить, что представляет ислам сегодня. Что бы мы ни говорили, мы должны донести красоту ислама, показать его незыблемые принципы, что ислам происходит от слова «салям», несет с собой мир, что Расуль Аллах, саллиллаху алисалям, запрещал пить животное в лицо. Он говорил о зимми, о гражданах государства, которые не являются мусульманами. Если ты обидишь его, то не почувствуешь даже запах рая. Лекции будут проходить в течение года. При изложении тем лектории особое внимание будет уделено вкладу татарских ученых в богословскую мысль ислама. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверньюс. В Елабужском институте КФУ состоялся чемпионат по робототехнике. С подробностями мероприятия вас познакомит Ралина Султанова. 31 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета прошли восьмые соревнования по робототехнике. На турниры лего-роботов по версии Всемирной Олимпиады роботов съехали школьники со всего Татарстана в возрасте от 7 до 18 лет. Мы должны построить робота, который в течение двух минут должен будет выполнить задание, которое предполагается для каждого этого поля. Это умение и конструировать, и программировать, да? То есть умение связать. В общем, по сути это ведь игра, но игра дальше воплощается в жизнь. В течение нескольких часов ребята демонстрировали ловкость и сообразительность своих лего-роботов. Закончились соревнования под ведением итогов и награждением победителей. Ралина Султанова, Айдар Салихов, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok